Да, коллеги, здравствуйте. 4 сентября нынешнего года вступил в силу закон, запрещающий работу контактных при травочных станциях. На таких объектах собак приготовили для участия к охоте, натравливая их на привязанных животных, диких зверей. Сейчас с нами находится эксперт по породам Надежда Фролова и ее собаки Тайга и Енисей. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте присядем. Садись. Садись. Ай, молодец. Ну, расскажите нам, насколько этот закон нужен или не нужен, и как вообще вы относитесь к этому закону? Я считаю, что закон недоработан и сырой, создан людьми, которые не знают, о чем говорят. То есть никто из этих людей, которые инициативу выдвинули принятие этого закона, не был на станциях, не смотрел, как проходят мероприятия эти, не вникали в суть проблемы. И поэтому закон может загубить полностью породное охотничье собаководство. Не только лайк, но и многих других пород, норных в частности. И к тому же этот закон не позволяет сохранить животных, а наоборот заставляет как можно больше животных убивать для того, чтобы испытать, для того, чтобы притравить, для того, чтобы собакам дать понятие о работе со зверем. Потому что притравочная станция, она предполагает многократное использование одного и того же животного. Выращивают, например, кабана, медведя. Никто не будет его на одном испытании сразу губить. Его берегут, его кормят хорошо, его содержат в хороших условиях. И этот зверь живет много лет на притравочных станциях, собак по нему испытывают. Он не получает никаких травм, никаких увечий. Зверь очень долго живет в холле, и по нему можно испытать десятки, сотни, тысячи собак. А если эти испытания запретят, вернее, запретили уже, то испытывать придется по вольному зверю, и, естественно, этого зверя надо будет добывать. То есть, если собаки нашли кабана, и эксперт должен оценить работу кабана, будут стрелять. То есть, каждый диплом, полученный собакой, это будет загубленная жизнь зверя. Поэтому это совершенно не сохраняет охотничьих зверей, а наоборот, позволяет их как можно больше уничтожать. А собакам для того, чтобы быть породными племенными собаками, необходимо пройти испытания. То есть, собака получает оценку на выставке, что она породная по внешнему виду, по экстерьеру. И вдобавок, получать должна обязательно, в обязательном порядке, рабочий диплом. Потому что собака без рабочего диплома не является племенной, и она не имеет права щенков с документами иметь. Такая собака, получается, потомство дает, но это потомство расходится по деревням, безродными, без документов, и породу мы потеряем таким образом. Поэтому для того, чтобы сохранить породу, собака должна проходить выставку, проходить испытания по какому-то зверю, получать рабочие дипломы. Тогда щенки этих собак будут иметь право считаться породными собаками. Вот. Поэтому эти притравочные станции необходимы просто. Коллеги, эта тема очень спорная на самом деле. Мы будем в ней разбираться. Подробнее смотрите в других выпусках новостях в 5 часов и в 8 вечера. Мы подробнее расскажем об этой проблеме и как с ней справиться. Продолжение следует...